Добрый день, уважаемые зрители, с вами Духа Константин Сегодня тема лекции в рога следующая Эпилепсия, тяжелое заболевание Западная медицина считает нервным психическим расстройством человека который может составить тот или иной приступ эпилепсии человека врасплох либо некоторые люди уже знают начало того или иного приступа своей эпилепсии, как она проявляется у всех проявляется эпилепсия по-разному нельзя сказать, что это у всех одинаково но название болезни одно эпилепсия мы не будем рассказывать, что он обозначает мы уже в своих лекциях читали кому что-то непонятно, пожалуйста анатомия вам в помощь поинтересуйтесь, мы читаем лекции согласно восточной медицины, потому помните, при эпилепсии необходимо знать и понимать желательно сделать диагностику этому человеку несколько раз в году и до, скажем так, приступа и после приступа чтобы посмотреть состояние его меридианов оно может быть неоднозначным энергия может быть неоднозначная энергия может быть разбросанная может быть яйнская воспалена, яйнская слабая или наоборот яйнская воспалена, яйнская слабая очень слабая потому здесь очень тяжело лечить человека либо помочь человеку при эпилепсии почему? потому что энергия гуляет вот так вот я скажу своим практическим словом опытом поэтому не надо здесь искажать это слово Это мой опыт В моей практике было очень много людей, которые обращались С этим заболеванием Те, кто следовал рекомендациями И приводило в норму ту энергию Которую недоставал этому человеку Те, скажем так, на 100% Излечались от этой болезни Те, кто не следовал Простите, это не ко мне Ленности я не лечу Итак, что необходимо знать при эпилепсии? Прежде всего, диагностика 12 меридианов Покажет, в каком состоянии данный меридиан Какие меридианы воспаляются Либо которые меридианы слабостью В своей практике нельзя сказать, что при эпилепсии Одна картина меридианов Одна девушка пришла 30 лет, у нее очень сильно Сильно воспалены Все нижние меридианы Вследствие чего энергия воспалялась Поднималась вверх Что и происходило отключение головного мозга В связи с этой энергией Вследствие чего человек впадал в приступ эпилепсии Вот так вот Вот другой человек пришел У него совершенно другая картина Третий человек пришел Он порванный У одного человека, болеющего эпилепсией Три или четыре меридиана было порванных Представьте, их нужно залатать Эти меридианы Так мало то, что залатать Их еще надо что? Потом Когда мы их восстановим Что? Держать этот баланс Который очень тяжело держать многим людям Вот Ну, в принципе, мы все учимся Ничего страшного Если у нас Скажем так В школах мы получали хорошие оценки И плохие Если мы получим Скажем так Плохую оценку Это не значит, что мы не можем подтянуть Данную, скажем так Информацию Лучше сделать ее Нет, мы сделаем ее намного лучше Поэтому диагностика 12 меридианов В помощь И мы уже знаем, что точка ВДЖ-16 Фэнфу Мало то, что она влияет на янскую энергию Она еще приводит в баланс Что инь и янь Потому при приступе эпилепсии А также при лечении Всеразличных видов эпилепсии Необходимо учитывать состояние данной точки И данной энергетики янской Чтобы воздействовать на данную точку Также помните, уважаемые зрители Что точка ВДЖ-16 Фэнфу Овляется одной из основных точек Я около 25 точек беру В моей практике есть на голове Так вот, эта точка Овляется основной точкой Которая берется на голове Когда мы будем составлять рецепт Я вам подскажу Как это основные точки Как это дополнительные Поэтому на первом месте Диагностика 12 меридианов Ну и конечно При составлении рецепта И при восстановлении этих 12 меридианов Обязательно должна присутствовать Точка ВДЖ-16 Фэнфу Которая всегда берется При всех видах эпилепсии Спасибо за внимание